Во дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство Ленинского района под зюдо среди юношей и девушек до 13 и до 15 лет. Эти соревнования традиционные и проходят с 2003 года. Самое первое было организовано в совхозе имени Ленина. В этот раз в первенстве приняли участие более 450 спортсменов из шести регионов России. Это Москва, Московская, Тульская, Костромская и Рязанская области. Этот дворец спорта очень позволяет организационно все проводить взвешивание и также проводить соревнования. Хорошие очень условия для зрителей, для представителей и также для спортсменов. Так что у нас все прошло гладко, открытие, борьба идет. Я думаю, так же у нас и дальше будет продолжаться. Максим Максименко приехал на соревнования из Новомосковска. Не так давно он занял третье место на первенстве Тульской области и теперь решил попытать счастье у нас в Ленинском районе. Сейчас ему 10, а дзюдо он начал заниматься в 8-летнем возрасте. Можно начинать и с трех лет, и с четырех, и с шести. То есть смотря какие программы для детей. То есть сначала занимаются общей физической подготовкой с начальной формой дзюдо. Есть такие программы. А уже более-менее спортивная и начальная подготовка с 10 лет. Ребята из Видного, воспитанники спортивного клуба «Орленок», старались добиться максимума и победить каждый в своей весовой категории. Потому что это развязывает силу. Когда ты борешься, когда ты выигрываешь, тебя все поздравляют, тебе хорошо. Дзюдо – один из олимпийских видов спорта. Единоборство, в котором задействовано не только сила и мастерство спортсмена, но также и его интеллект. Броски, захваты, стойки и подсечки – основные приемы. Дзюдо – один из самых малобюджетных видов спорта. То есть он массовый вид спорта. Наверное, после футбола второй вид спорта по массовости. Связан это, на мой взгляд, демократичный вид спорта. Победители и призеры в каждой весовой категории по итогам соревнований были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.